Джейд, найди и покорми дьявольскую тварь, которую ты зовёшь питомцем. Ну, удачи тебе с поисками. Если он захочет, чтобы его нашли, он найдёт тебя. Бекерель всегда уклонялся от твоих предсказательных способностей. Каким-то образом он абсолютно невидим для твоей интуиции, свойства которым он уникален. Раньше тебя это слегка пугало, но ты уже давно к этому привыкла. А? О, там ничего. Совсем ничего. Идём дальше. Джейд забирает посылку, прибытие которой ожидала. Подарок на день рождения, который ты ожидала от Джона, прибыл на несколько месяцев с опозданием. И тем не менее, как раз вовремя. Он приземлился там, по другую сторону от обрушившегося монумента. Некогда спутника великих таинственных развалин в центре кратерной лагуны. Джон, соверши тройной прыжок в комнату, ну и так далее. Перейди сразу к приземлению. Ладно, ты делаешь это. Теперь ты в комнате своего бати. Хм, где же все эти клоуны? Ты замечаешь батин чемодан рядом с собой. Возможно, он содержит какие-то улики, или, по крайней мере, несколько форм и бумаг, важных для его работы уморительным уличным актёром. Джон, глянь. О да, пора вскрывать секреты. Готовьтесь к большим откро... Минучку. Это просто скучные деловые документы и таблицы. Какого чёрта тут творится? Джон осматривает комнату своего отца. КОНЕЦ Джон, успокойся, всё будет в порядке. Значит, все эти годы, пока ты верил, что он даёт представление на перекрёстках с уморительными ужинками, он всё это время работал как обычный деловой человек? Он был просто человеком, который пытался дать достойную и честную жизнь своему сыну. Может, ему было слишком стыдно, чтобы сказать правду? Или, может быть, ты никогда даже не беспокоился о том, чтобы спросить? Думаешь, что ты всегда просто предполагал? Человек-заключённый снова вырвался из своей тюремной клетки. Попытки блокировать дверь в камеру тяжёлыми объектами показали свою бесполезность. Тебе потребуется сейф покрупнее. Кто этот парень? Введите, пожалуйста, его имя. Пиковый Проныра? Что-то приятно отзывается в тебе на это имя. Но у тебя есть своё собственное имя. И уж это, чёрт возьми, точно не твоё имя. Давайте сделаем ещё одну попытку. Ладно. Укажите своё имя и ранг. Ты архагент Джек Нуар. Ты наблюдаешь за различными делами в Тёмном Королевстве. В данный момент ты определяешь, как разобраться с этим заключённым, который был заноза у тебя в пятой точке с самого своего появления. Ты наблюдаешь за делами в Королевстве через набор многооконных стен. У тебя есть три стены. Практически достаточно, чтобы сформировать кабинку бдительности, которая является полноценным и подходящим помещением для агентов твоего статуса. Джек напяливает комическую шляпу. От этого несерьёзного головного убора тебя выворачивает наизнанку. Ты раньше засунешь свою голову в духовку, чем поддашься на уговор запихать её в чудовищную отвратительную цветастую пасть. И без того плохо, что твоя благородная правительница приказала всем завернуться в эти отвратные тряпки. Как раз в тот момент, когда показались её проблемный человек с трубкой и его ребёнок. Но на шляпе ты поставил черту. Джек зовёт приспешника. Ты призываешь одного из своих самых накачанных агентов на сцену. На этот раз он притащил с собой кое-что потяжелее. Твоя передача прервана. Похоже, твоя прекрасная государыня заинтересована в выборе твоего гардероба. Ладно. Ты нехотя напяливаешь комическую шляпу. Глупая, дряная, мудрая и справедливая правительница. Что за королевская заноза в заднице? Джек бросает шляпу с отвращением. Ты намереваешься сделать это, как только руководительница перестанет дышать тебе в шею хоть на секунду. Стоп. Теперь ещё что. Твоя кровь кипит так жарко, что ты мог бы поджарить яичницу на своём панцире. Похоже, что тебе придётся разобраться с этим самому. Джон обследует комнату на предмет чего-либо, что мог оставить здесь батя. Похоже, что тут есть несколько невскрытых подарков на день рождения, для которых батя не успел найти время, чтобы отдать тебе. Джон, время подарков. Открой подарок и посмотри, что внутри. Тот справа выглядит многообещающим. Ты открываешь его, чтобы посмотреть, что внутри и... О, господи, да! Джон, забирай офигенный лут! Ты разрываешь коробку и накладываешь руки на офигенный лут! Вдобавок к контроллеру колод методов ты получил дополнительный метод массива. Плюс ещё 12 карт, которые практически бесполезны к этому моменту. Но, ладно, ты их забираешь. Первое, что ты делаешь, это сливаешь все дополнительные карты в свою колоду. Ладно, это уже действительно слишком много карт. Джон экипирует метод данных массив. Метод массива позволяет тебе размещать и вынимать любой предмет из любой карты в любое время. Он выглядит чрезмерно надёжным, хоть и трудным для боевого применения. Скука! Джон читает инструкцию для контроллера колоды. На самом деле, читать особо нечего. Ты просто вставляешь несколько карт режим метода в слоты, включаешь установку и наблюдаешь, что происходит. Ты начинаешь с того, что вкладываешь методы стека и очереди в слоты. Теперь твоя инвентека ведёт себя одновременно как стек и как очередь. Предметы можно вынимать либо из верхней карты, либо из нижней карты. Ты не видишь причин, почему бы тебе не подключить ещё и картридж массива. Ясное дело, сначала ты выдуваешь из него пыль. Инвентека перестраивается в массив отдельных очередей стеков. Вот теперь другое дело. Это как раз та излишняя усложнённость, которой ты привык ожидать от своей системы управления инвентарём. Джон распаковывает сначала самый маленький подарок. У тебя твёрдое правило всегда оставлять самые большие подарки напоследок. Всегда. Ты получил коробку вкусных фруктовых брызг. Разве мог этот день рождения стать ещё лучше? Ты так не думаешь. Джон открывает большой подарок. Ты ошибался. Джон заполняет очереди стек ботинками. Ладно, офигенно, очереди стек полон ботинками. Джон копчелагирует фруктовые брызги. Чёрт, ты задумался и положил их не в тот очереди стек. Не волнуйся, ты привыкнешь к этой штуке. Джон рассматривает коробку фруктовых брызг поближе. Такие вкусные. Ты не можешь дождаться, когда копчелагируешь одну из этих упаковок и сделаешь целый миллион брызг. К чёрту весь этот нонсенс со строительством. Ты лучше будешь делать конфеты. Погоди-ка минутку. Это же быть того не может. Мерзкая ведьма-кухарка запустила свои кривые когти во всё. Какое вообще отношение имеет брызги к выпечке? Какой в этом смысл? Почему? Почему? Джон, нервный срыв. Джейд забирает посылку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Роуз, проверь себя, не смешались ли какие-нибудь твои атомы с котом? Нет, никаких смешавшихся атомов нету. Похоже, ты и киса оставили свои гены при себе. Твоя новая киса, которую ты назовешь... Ты позже придумаешь как. Эй, где это ты, черт возьми? Посмотри комнату. А, ты снова дома. В плотно уставленной бары вид из окна говорят тебе, что ты в комнате своей мамы. Или, по крайней мере, в том, что ты считала ее комнатой. Ты решаешь особо не разводить драму по поводу этого открытия. Роуз наблюдает за падением метеора. Хм, это забавно. Разве это место не должно было деустановиться к этому времени? Ливень из мелких метеоритов прекратился. Лучше добираться отсюда. Эта комната словно бочка пороха из-за бухла, валяющегося повсюду. Джон переходит к делу. Неожиданно, по каким-то причинам, ты себя чувствуешь очень бизнесменоподобным. Ты только что пробил дофигищу карточек в предвкушении создания кучи крутого барахла. На этот раз ты не разрушал никаких предметов по глупости. Ты только посмотрел коды некоторых объектов, которые ты собрал, и пробил пустые карточки. Тебе интересно, сколько алхимитизации ты успеешь наворотить прежде, чем Роуз вернется. Как будто бы у нее есть право говорить тебе, что делать с твоей заработанной тяжким трудом материи. Это ты тут бегаешь и рискуешь своей жопой, а все, что делает она, это балуется со своим компьютером. В любом случае, лучше тебе поторопиться.